Здравствуйте! Сегодня суббота. Начинается тренинг для тех, кто на даче, кто в деревне. Не смотрите просто так. Начинайте выполнять эти упражнения сразу, вместе с нами. Так легче запомнится, так легче начнется день. Тренинг – это совместная работа ведущего и тех, кто нас смотрит. Итак, приготовьте стакан воды. Вы пока лежите в постели. Начнем упражнение в кровати. Вернее, спуститься с кровати на пол и начнем растягивать позвоночник, укреплять мышцы брюшного пресса, дышать, улучшать кровообращение в сосудах головного мозга, в сердце. И для этого необходимо сделать следующее упражнение. Итак, примите исходное положение, лежа на полу, на коврике. Под ноги положите какой-нибудь валик, в данном случае фитбол. Подумайте, настройтесь на упражнение. Руки положите за голову. И начинайте медленно на выдохе локти тянуть коленем. На выдохе. Итак, начинаем. Это способствует работе мышц брюшного пресса, диафрагме. Упражнение может выполняться долго, от 20 до 50 повторений. Не волнуйтесь, чем больше вы сделаете это упражнение, тем лучше прояснится ваша голова, лучше заработает сердце и, наконец-то, разогнется позвоночник. Упражнение очень полезное и для внутренних органов. По сути, это висцеральный массаж. То есть, сгибая и разгибая туловище, мы массируем и печень, и почки, и желчный пузырь, и кишечник. Вода стоит рядом. Как только почувствовали, что во рту сухость, остановитесь, сделайте глоток воды и продолжайте это упражнение в течение 3-5 минут. Часы висят на стене, вы видите секундную стрелку, минутную стрелку, все хорошо. Итак, 29, 30, глубже, 31, хорошо. Голову не мотать вперед-назад, подбородок все время прижат к груди, иначе будет болеть шея. Старайтесь просто сгибать позвоночник. 38, 39, 40. Хорошо, глоток воды. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение тоже. Лежа на спине, только работают мышцы-антагонисты. Полу-мостик. Начинаем. Раз, два, выше, 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 три, четыре. Вы чувствуете хруст поясницы, это ничего страшного, это работают ваши суставы. Восемь. Все делаем на выдохе. Старайтесь в конце этого движения еще соединять ягодицы. И тем самым будете массаж прямой кишки делать, что очень полезно утром. 14, 15. Вы уже чувствуете, что спина горит, что позвоночник весь горит уже до самых лопаток, до шеи. 19, 20. Задержались, задержались, почувствовали мышцы спины. Медленно опустились. Глоток воды. Следующее упражнение. Исходное положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Для усложнения этого упражнения ноги желательно поднять. Руки в стороны, ладони на полу. На выдохе делаем скручивание вправо и влево. Вправо и влево. Если кому-то трудно держать ноги на весу, можете их поставить на пол. Главное, чтобы было скручивание. Шесть. Шесть. На каждую сторону одинаковое количество движений. Желательно не менее десяти в каждую сторону. Девять. Девять. Десять. Десять. Теперь ваш позвоночник уже в полном порядке. Он и сгибался, и разгибался, и скручивался. Вы можете быть спокойными за свою спину и предстоящую впереди работу на грядках. Но продолжим нашу утреннюю гимнастику перед выходом на садовый участок. Глоток воды. Ну что, пора вставать с пола. Ну и вставать с пола надо правильно. Чтобы, не дай бог, не заболела спина, не закружилась голова и не перехватило дыхание. Для этого мы из положения лежа на спине поворачиваемся на живот. Руки поставили рядом с туловищем и медленно, перебирая руками, поднимаем таз. Не спеша. Вы чувствуете, как растягивается спина. И для лучшего растяжения позвоночника взяться за пятки с обратной стороны и постараться голову засунуть между ног. Посмотрите в потолок. Очень полезное упражнение. Затем поднимаем сначала затылок. Потом медленно разгибаем спину. Прогибаем ее вверх. Выпрямляемся. Ноги на ширине плеч. И тянемся руками вверх. Стараясь вытянуться. Это упражнение дерево. Станьте на полупальцы. Очень полезное упражнение не только для ног, не только для живота и позвоночника, но и для головы. И чем дольше вы будете стоять в этой позиции, тем здоровее будет ваш позвоночник. Итак, дерево. Потянулись. Можно стоять у стены. Тем, кто шатает, можете стоять у стены. Но тянитесь каждую секунду. Чувствуйте, что ваши руки это ваши ветки. Они тянутся к солнышку. И листьями хватает солнца. Почувствовали, как у вас тепло пошло по спине в ноги? Сомкнули ягодицы. Втянули животик. Распрямили грудь. Руки вытянули еще выше. И медленно опускаемся на выдохе. Становимся в исходное положение, стоя на прямых ногах. Молодцы. Упражнение очень полезное. Выполняйте его от 30 секунд до минуты ежедневно. Перед выходом на садовый участок. Это упражнение собирает энергетику всего организма и дает ощущение полноценного тела. От пятки до самой шеи. Итак, вы подготовили свое тело к выходу на приусадебный участок. И имейте в виду, что если вы не будете делать даже такой простой, с моей точки зрения, комплекс, то вас между грядок может ожидать и инсульт, и инфаркт, и острая боль в спине. И я не пугаю вас. Ну а для закрепления этого материала сделаем одно очень важное упражнение, полезное для всех частей тела. Займемся пилкой дров. Упражнение очень полезное и для сердца, и для рук, и для головы. Для этой цели мы берем обычный эспандер, который можно купить в спортивном магазине, и прикрепляем его к неподвижной опоре, к любой. Прошу. Упражнение очень простое, но сверхполезное. Встаньте, ноги на ширине плеч, натяните резину как можно больше, наклонитесь вперед, таз назад, и попеременно начинаем пилить дрова. Чем лучше скручивание тела, тем полезнее и плечам, и верхнему отделу позвоночника, и шейному отделу позвоночника, естественно, голове. Поэтому этим упражнением мы убиваем и острую боль в спине, и инфаркт миокарда, который уже не наступит, и инсульт мозга, который тоже к нам не придет. Выдох, выдох. Итак, каждое упражнение делайте хотя бы по 20 повторений каждой рукой. Мы уже сделали 12, 13, 14, 15. Если легко, отойдите еще подальше. Отойди подальше. 18, держась спину, 20. Продолжаем еще 5 раз. 2, 3, 4, 5. Победили. Теперь можно на грядку. Новые упражнения для датчиков и людей, желающих вести здоровый образ жизни в естественных условиях природы, мы будем показывать каждую субботу в 11 часов. Подпишитесь на канал YouTube Бубновский и нажмите на колокольчик. Играет музыка. Продолжение следует...